Всем привет! Мы в историческом месте. Это церковь, которой тысяча лет. И сегодня я вам расскажу и об истории здания, и о том, что внутри происходит, какая жизнь здесь течёт. Я только скажу, что три разных прихода её между собой делят, и все очень рады и счастливы. Как я уже сказала, этой церкви более тысячи лет. Англосаксонская постройка. Самое старое здание в Гилфорде. Оно было построено в 1040 году. 400 лет до этого здесь стояла уже деревянная церковь. Так что вы представляете, насколько это намоленное место. Одна девушка из нашего прихода сказала, церковь построили, когда ещё не было разделения на католиков, православных, англикан. А были просто христиане. А значит, мы в правильном месте. И с этим нельзя не согласиться. Недалеко отсюда находится Гилфордский замок. И даже он был построен на 70 лет позже этой церкви. В этой церкви причащались английские короли. Читал проповеди Карл Льюис, автор Алисы «В стране чудес». Здесь отпевали погибших на многочисленных средневековых войнах. И каждый сантиметр тут пропитан, просто пропитан историей. Посмотрите, здесь наглядно вы можете увидеть, насколько поднялся культурный слой за эти столетия. Так вот вход наполовину оказался под землёй. Пришлось ставить, откапывать, потом ставить стену и строить ступеньки вниз, чтобы можно было зайти в эту дверь. Это здание, охраняемое законом памятника архитектуры. Но с другой стороны, это общественное здание. И, конечно же, за тысячелетия стандарты нужды общества поменялись. И церковь нуждалась не только в поддержании, но и в реконструкции. Потому что перед этим реконструкция последний раз была во времена королевы Виктории. Теперешняя реконструкция стоила, конечно, огромных денег и очень сложных согласований. Но вот недавно реставрационно-строительный процесс в нашей церкви закончился. Да, вы не ослышались, наша. Потому что наряду с другими двумя общинами, англиканской и методистами, здесь регулярно проводятся православные службы. Батюшкой Константином, диаконом Алексеем, прекрасным хором руководит матушка София. Вообще община у нас не очень большая, но очень дружная, душевная и позитивная. То, чего так часто не хватает в каждодневной жизни. И мы всегда рады приветствовать новых прихожан. Если кого-то интересует больше информации, я оставлю ссылочку внизу. Даже если вы живете на расстоянии, у нас бывают мероприятия онлайн. Церковь цена тем, что здесь не только религиозное здание, но и, не побоюсь сказать, культурный центр. Тут проводятся выставки, до пандемии были концерты, сюда приходят туристы и просто любители истории. Здесь после реконструкции есть отдельная комната для лекций, а также для бесед с детьми. После реконструкции мы получили прекрасно оборудованную кухню. А в пристройке, которая органично вписалась в архитектуру здания, современные туалетные комнаты, приспособленные также для людей с ограниченными способностями. В общем, церковь стала домом и для Бога, и для прихожан. И я думаю, что все приходы пополнятся, потому что это очень важно – прийти в дом, где вера, любовь и уют. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Наша православная община арендует эту церковь. А церковь принадлежала раньше англиканцам, потом те объединились с методистами, у которых была своя церковь. Я разговаривала с прихожанами-методистами, и они мне рассказали, что вот этот витраж – это все, что они забрали с собой из старой церкви. Это частичка, которую они принесли в новую церковь, когда продали старую, и деньги пустили на реконструкцию этой церкви. Я у них еще поинтересовалась, а как они делят. Они сказали, что иногда они проводят неделю через неделю, а иногда и совместные. В конце концов, не такие мы уже и разные, сказали они. Ну а здесь вот в середине пандемии художественная выставка женщины-художника по текстилю, которая потеряла мужа от рака. И она передавала своему искусстве всю ту печаль, все те чувства, которые чувствуют люди, когда теряют близких. И она передавала своему искусствуя, когда теряют близких. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а вот это вот новая кухня, о которой я вам говорила, а там вот где витраж, там как раз помещение для бесед с детьми и для лекций. Вот так вот она выглядит. Кухня просто потрясающая, прихожане могут ей пользоваться, когда проводятся какие-то мероприятия. Ну или вот как у нас после службы, потому что у нас служба начинается днём, многие люди с утра не кушают, чтобы причаститься. И поэтому после службы у нас организуется такое чаепитие, когда, в общем-то, все приносят кто что приготовил девочки. И, в общем-то, те блюда, по которым мы скучаем, не живя на родине, очень всегда приятны, очень приветствуются и создают очень такую домашнюю и ностальгическую обстановку. Ностальгическую, конечно, в том смысле, что тёплое чувство, не в том смысле, что мы рыдаем, потому что, ну, все приехали сюда по своей воле, но это важно, чувствовать причастность к своей бывшей родине. Ну а здесь вот при стройке как раз находятся туалетные комнаты, про которые я вам говорила, вот специальная комната для людей с ограниченными возможностями. Ну, в общем, всё предусмотрено для пользования в 21 веке, но история не утеряна, она восстановлена, и это, конечно, очень-очень ценно, хотя вот такие, конечно, новшества 21 века, они не радуют, но из песни слов не выкинешь. И дай Бог, чтобы поскорее получили и более совершенные вакцины и лекарства, чтобы победить ковид. Ну вот, служба закончилась, есть возможность поговорить на улице, снять маски. С завтрашнего дня это уже не будет обязательно, но так как инфекция не отступает, конечно, разумно всё-таки маски продолжать носить, я считаю. Ну, а вам всего доброго, светлых вам дней, хорошего настроения, тёплого, ласкового лета. Ну и, конечно, здоровья. Всем пока-пока.